Всем добрый день! Смотрите какая красота у нас сегодня! Прям вообще хоть бы так всегда, но не знаю. Рабочий день начинается, пойдем на работку. Уже тоже пятница, развратница. Там что-то жгут. В общем, все как всегда, ничего нового. Туман над морем. Наша церковь и на работу. Ну разве это не вкусняшка? Это не самое вкусное на свете. Ну скажите мне, черный хлеб, щи со сметаной и горчицы, естественно. Какие-то соседи там непонятные у нас пытаются зажечь этот обогреватель. Видимо у них ничего не получается. Тыркает, пыркает. Вообще не знаю. Постоянно, не постоянно. Я все надеялась, что туда никто не заедет и нас не будет соседей. Но видимо мои желания останутся желаниями. Ну да ладно, я пойду кушать. Варю себе чай зеленый. Я его вчера заваривала. Чай зеленый два раза надо заваривать. Он говорит, со второго раза открывается. Это все вкусно будет. Знаете, что хочу? посмотреть новых соседей. Я их там слышу. А как? Я же не буду вот просто выводить. Я сейчас типа наверх пойду и посмотрю. А может быть это и не они, а может быть это соседи. Вообще смотрю. Нет, тут никаких соседей нет. Это те, которые еще ниже. кстати у нас смотрите, как облачно стало. В общем нету никаких. То ли они уже съехали, то ли не знаю что. А еще знаете, что я очень скучаю по собаке. Тут когда солнце, так нагревается вот эта моя комната. Тут так нагревается все. Я открываю дверь и так мне тепло становится. нету никого. Не наверное может их быть хозяева. Знаете, приезжали и уехали. А так никого нету. И с кучами компрендую туман. Смотрите как у меня кактус растет. Вот это вот что это такое. Такая палка такая толстая. Странная. Ну конечно. Вообще непонятно, что это такое растет. Отдельная. Видите, все чисто. Нет моей соседской собаки. Некого-то мне покормить. И некого-то мне позвать. И Чарли-то мой сидит и не гавкает ни на кого. Эх, скукотища. Ладно, пойду хоть чай попью. Значит, это они уже ушли. Не хотелось бы иметь, знаете, еще что боюсь, блин, что заселится какие-нибудь с двумя-тремя детьми. Мама дорогая. У нас там есть квартира. Через две. Через одну. Там двое детей. Но они такие. Невоспитанные что ли. Или что. В общем, они так орут. По коридору бегают. В мячик играют. В футбол. По коридору прям. Там вообще что-то. А я когда еще летом, помните, я вам рассказывала, что у них дверь постоянно открыта. И дети вот ходят туда-сюда. И все как будто всегда у них дверь открыта. Причем квартира около лифта. Странные какие-то. Хотя женщин хорошие. Она уже это, как-то, знает, как меня зовут. Но мы, конечно, на этом-то, на почтовом ящике написали наши имена. Потому что какой-то мешок один раз с одеждой. Я вам рассказывала уже. Кто-то оставил в подъезде. И она приходила. Мы как раз переезжали. Она приходила такая. Оксана? Нет, она меня по фамилии назвала. Ирина. У меня фамилия Ирина. Но тут пишется Ирина. И некоторые меня зовут Ирина. Не знаю. Не некоторые. Все в банке меня зовут Ирина. В общем, когда видят Оксана и Ирина, они думают, что меня зовут Ирина. Я уже, знаете, и не сопротивляюсь. Зачем? Зачем сопротивляться, доказывать? У меня даже, знаете, мой бухгалтер меня зовет Ирина. Хотя ему раз в 15 говорил, что меня зовут Оксана. А ему бесполезно. Хотя по правилам испанским сначала пишется имя, а потом фамилия. А им по барабану. Я же иностранка, поэтому как хотят. И я, в общем, не сопротивляюсь. И она такая стучится тоже с соседкой и говорит, Ирина, это вот не твой там пакет с одеждой? Я говорю, нет, это не мой. А, ну да, а то я нашла, я так подумала, что это ваш. Я говорю, нет, это не наш. Хорошая женщина, но дети. Там, конечно, дети, они балуются. Но не все дети такие балованные. У меня, у подруг моих есть дети. У нас в компании всегда много детей. Вот. И они не такие вот балованные, чтобы, знаете, кричать, орать. Но чуть ли не на голове прыгать. Нет. Вот тут Аня моя, у нее двое детей маленькие, да, небольшие. Сколько там им лет, не знаю, уже забыла. Четыре, наверное. И семь. Так где-то. У другой подруги есть. В общем, у нас дети есть. И в семье у нас сколько много детей. Но не балованные такие. Так что вот, думаю, сейчас как заселятся с такими. Хи-хи, которые визжат постоянно. И кричи пропало. Покой нам только снится. Потому что вот эту соседку, француженка, она, по-моему, вообще не слышно. Не знаю, она даже телевизор включает, не включает, вообще не слышно. Один раз я слышала в воскресенье, она пылесосила. Хи-хи-хи. Ну, в принципе, хотя и дома там нам редко бываем. Может быть, конечно. Нет, иногда у нее бывают ее, как говорится, друзья иностранцы. Потому что слышно с балкона, особенно летом, на балконе они сидели, чай пели. И вот там они разговаривали на своем иноземном языке. Ля-лякали. Их было слышно. Но она не такая, не проблемная. С орешками покушу чай. Четыре орешка. Моя доза дневная. Очень понравилось с орешками пить чай. Так что будем пить чай и смотреть какой-нибудь сериал. У меня часик есть. А через часик опять на работку пойдем. Ножичком я вот ножичком открываю. Орешки для Золушки. Вот смотрите, какая утром погода была и какая сейчас, да? Блин, пипец. Не знаешь, что одеть. Я уже вот штаны одела теплые. Костюм у меня вязанный есть. Ой. Вот. И кроссовки. Чтобы потом с Чарли гулять и не замерзнуть. Вот и вырядись в юбке. Ну, хотя мы в юбке это не холодно. Не знаю, носки-то теплые. Да, Чарли. Господи, кошка там. Смотрите, какая. Бамо. Хотела вам снять там так красиво это. У них такие статуи. Типа... Ну, я их уже снимала пару раз. Типа эти, как динозавры, что ли, не динозавры. Ящерицы большие. Такая, я иду, а там мужик сидит, хозяин. На меня смотрит. Неудобно получилось. Так что, ладно. Будем работать. Наша площадь. Главная раньше была, представляете, лет 50-40 назад. Это была главная площадь деревни. А сейчас разослась, разослась. Господи. Разрослась деревушка. Превратилась уже прям в полноценный город. Эх, где мои были? Да, меня еще не было, правда. Я бы деньги тут заколачивала в парикмахерской. Поэтому здесь всегда была эта парикмахерская. Но до меня она, наверное, лет 5 не работала. И вот я через 5 лет пришла. И в этой парикмахерской в марте у меня будет 5 лет уже. Представляете, как я отпахала. 5 лет как в тюрьме. Шутка. Вообще время так быстро летит. Ужас. Я, если честно, даже незаметно, что я здесь отработала 5 лет. Надеюсь, что еще столько же и побольше отработаю. Надо же пенсию зарабатывать. А иначе как? О старости думать нужно всегда. Ладно, пошла я брату звонить. Вот мой любимый вязанный костюм. Я его обожаю. Во-первых, он теплый. Это я так завязала. Все висит, потому что, чтобы не постоянно не развязывать. Он, видите, так висит. Теплый, мягкий, удобный. И он суперский. Суперский. И этот ревнивый. Мой ревнивец. Мы уже домой сейчас пойдем. Мы сегодня немножко даже задержались. Ну вот, Чарли, ну что ты мне за чашки заделал? Ну посмотрите, что творит. Ну отстань, сейчас домой пойдем. Сидела, сидела, сидела уже домой, собралась уходить. Бац, еще две пришли. Я такая, ну ладно, пойдемте. Я и вас оприходую. Две женщины пришли встречаться. Новенькие, кстати. Очень люблю новенькие. Одна моя клиентка, подружка, ну не посоветовала. Ну посоветовала. Вот, а вроде ушла довольная. Знаете, когда новые приходят, клиентки, в принципе, не знаешь никак они стригутся, не знаешь, как они укладываются. Поэтому нужно сначала всегда побеседовать. Скажем так. А где? Куда я делаю? А вот. Как укладываются вообще. Да, потому что они приходят и говорят там, я хочу так-то, так-то. Ну а ты уже начинаешь понимать, что если ты, их пострижешь иногда так, как они хотят, но своим, как бы, как это сказать, своей ноткой, да, чтобы, потому что некоторые приходят, хочу вот так. Ты понимаешь, что ни волос у них не подходит для этой стрижки, ни лицо. И поэтому начинаешь как-то, твою мать, не могу застегнуть. Выходить из ситуации, в общем, профессионалы, парикмахеры меня поймут. Да, что, профессионалы. У меня уже довольно-таки нормальный стаж. Причем, при том, что я стригу с малых лет, так скажем. Ладно, пойду я гулять на пляж, пока еще совсем не степнела. Тишина какая. Даже не хочется ее нарушать. Немного морского шума не помешает. Тем более, когда нет никакого ветра. Замечательная погода. Нет, не прыгай. Далеко-далеко-далеко спасутся. Вот так у нас даже можно встретить, представляете? Только маленьких много. Такие хорошенькие. Все, поедем. Забазовала себе смузякин. Здесь один киви или одну киви. Один, по-моему. Ананас. И кокосовый напиток. И чио. Чия, семена чиа. Специально их туда положила, чтобы... И чтобы их вспомнить о них. Что мне их надо туда добавлять. А иначе я даже о них и не вспоминаю. О этих семенах. Лежат они у меня, лежат спрятанные. И только вспоминай, когда уже выпью. Ты что тут жрешь? Ты что жуешь? Что жуешь? Что жуешь? А? Игрушку? Игрушку жуешь? Сейчас буду валяться на диване и смотреть. В Ютуб, наверное, полезу. Блин, я не посмотрела. Еще большой брат не досмотрела. Вчерашний. Этот. Боже. Я вас, наверное, уже задолбала своей красотой мимишной. Но куда деваться? Терпите. Красота. Боже, какая ты красивая. Боже, какой. Ну, вот это вот. Я даже не знаю. Так пахнет обалденно. В следующем году весь дом уставлю ими. Просто они, эти цветы, видимо, сезонные. И сейчас их уже не продают. Они, наверное, вот только в феврале отцветают. И усе. Наверное. Ну, ничего. У меня будет роза моя стоять. Вечность. Тут уже чаек у меня. Нон-стресс. То есть, чтобы без стресса жить. Ну, для сна, скажем так. И имбирный с чем-то там, с апельсином. Почти все смонтировала. Этот, как всегда, на своем месте. Ну, не дурак. Если вы могли бы догадаться. Кто нас давно смотрит, меня собака совершенно не дурак. Вот тут. Видели его? Видели? Видели? Видели его? Такой теплый, такой классный. Ручки хоть погреть. Ой, мой пузякин, мой пузякин. Мой пузякин, мой пузякин. Так на камеру смотрит. Скажи всем, пока-пока. Пока-пока. Ну, на, съешь меня. Съешь меня. Съешь меня. Какой он у меня вредный. Смотрите, опасный. Опасный собак. Он мне еще рычать может. Смотрите. Ну, порычи. Ну, порычи на людей. Видите, слышите? Какой злой. Ну, ладно, ладно, не буду. Иди, бэн, бэсит. Бэсит. Бэй, давай, скажи, лучше целоваться. Лучше целоваться. Лучше целоваться. Но он у меня может и порычать. Особенно муж его любит доводить. Брэм. Я нет. Я не довожу до такой степени, чтобы он у меня рычал. Вообще он любит вот этот вот халат. Вот так на него кидается, кидается. Так сидим, можем играть. А вообще я что включила-то? Попрощаться с вами. А не с этим вот. Поиграться. А не с этим поиграться. Буду с вами прощаться. У нас, представляете, мне моя клиентка сказала, что передают ветер до Леванты, то есть оттуда. Не где я на пляже была. Где я на пляже была, там Леванта нас не беспокоит. Потому что который ветер с Гибралтарского пролива, то нас беспокоит. А если, как говорится, оттуда сначала, то нет. И, в общем, она сказала, что Алерта Норанха, Оранжевое оповещение о сильном ветре. Очень сильный ветер. В общем, чтобы мы были все приготовлены. Задолбал, если честно, этот ветер уже. Вот у кого снег, да? У кого что? А у нас ветра. Вот прям вот они еще все выдувают. В общем, задолбал. Скорее бы уже весна, когда будет дуть теплый ветерок, и нас будет обогревать. Еще чуть-чуть. Еще немного осталось. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Завтра с вами увидимся. Завтра у меня последний рабочий день. Но какой... В общем... А вам всех лучших, наилучших выходных. Потому что я знаю, что завтра суббота. Многие, наверное, не работают. А если работают, то продуктивной субботы. В общем, всего самого наилучшего. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok